В эфире радио России Дагестан. Добрый день, здравствуйте. В том числе пенсионное обеспечение охватывает и граждан Российской Федерации, которые проживают за границей. И действительно, этот функционал у нас наиболее востребован. И социальный фонд делает все возможные, чтобы максимально облегчить реализацию пенсионных прав граждан. С 2002 года индивидуальный персонифицированный учет созданной в структуре ранее пенсионного фонда, а сейчас социального фонда, учитывает пенсионные права всех граждан. Как работающих, так как работодатели, мы знаем, сдают сведения на своих работников. Да, и перечисления там идут. Так и не работающих граждан. Сегодня пенсионный фонд, ну и по привычке мы, конечно, так говорим. Сегодня социальный фонд максимально собирает информацию на население страны. В том числе, последний большой объем работы, который мы сделали с участием военкоматов Российской Федерации, собрали информацию о службе в армии на всех граждан, кто когда-то в свое время служил. Хочу сказать, что пенсионный фонд сегодня собрал максимально возможную информацию на всех граждан. Проживающих в республике, да? Да, и в республике, соответственно, и на всей территории Российской Федерации. Ну, если говорить о социальном фонде России. Да, да. Вот. Поэтому будущему пенсионеру мы максимально облегчили возможность реализовать его право на пенсионное обеспечение. Но в том числе все равно есть случаи, когда какая-то часть данных о гражданине находится у него самого. Мусор Гусеевич, а эти данные вы собирали как? Сегодня все в электронном? Да, сегодня все в электронном виде. Многие государственные учреждения, они имеют свои информационные базы и происходит на федеральном уровне обмен этими информационными базами и наполнение баз данных социального фонда. Но, тем не менее, бывает, что какая-то информация находится только у... Да, только у гражданина. Я вот хотел бы как раз об этом сказать. Документы личного хранения. Бывшая наша Советская Социалистическая Республика была масштабна по территории. И у многих граждан есть пенсионные права, которые сложились уже в странах бывших СССР, наших союзных республиках. Хотя уже 32 года нет этой страны. Но при этом, да, под пенсионными правами мы же понимаем всю его сознательную деятельность гражданина, начиная от учебы в образовательном учреждении, службы в армии и трудовой деятельности. Но это если до учебы и до службы в армии был трудовой стаж, то есть была открыта трудовая книжка. Да. И получается, что на сегодня мы собрали информацию в отношении граждан по субъектам Российской Федерации, соответственно, по всем организациям, в которых какие-либо пенсионные права могли сложиться у гражданина. Но у нас остались страны СНГ. По факту бывает так, что гражданин родился в узбекской СССР, дети у него родились там. И, соответственно, этих данных у социального фонда нет. Поэтому за два года до выхода на пенсию гражданину, конечно, мы советуем прийти и предоставить документы. Большая часть наших таких случаев по реализации пенсионного права гражданина связана с запросом информации в страны СНГ. Обработка этой информации занимает до полугода, потому что это другая страна. Мы часто сталкиваемся с тем, что те работники, которые работают в учреждениях социального обеспечения этих стран, бывших в СССР, не могут разговаривать на русском языке. И порой бывает так, что на обработку этих наших запросов уходит время. Нам присылают информацию на языке той страны, уже новой, Таджикистан, Узбекистан, Молдавия. Благо у нас законодательно закреплено, что со славянских языков мы должны переводить сами. И худо-бедно нашему дагестанскому работнику это приходится делать. Но, соответственно, перевод с узбекского, таджикского, кыргызского, это тоже занимает время. И гражданин может заранее побеспокоиться об этом и, соответственно, уже собрать сегодня, за два года до выхода, полностью свои пенсионные права. Почему мы об этом так серьезно говорим? Потому что архивные документы требуют бережного хранения, требуют каких-то производственных помещений. И не всегда все организации заботятся о своих архивах. И архив, да, может быть, утратен к тому моменту, когда заявитель, гражданин, должен будет выйти на пенсию. Может оказаться так, что архивные документы по этой его организации не сохранились. А сегодня, максимально возможно, мы уже оценим его пенсионные права и уже у гражданина будет макет будущего выплатного дела. Опять же, это все делается для того, что в тот момент, когда он достигнет возраста, соответственно, ему осталось только обратиться либо в клиентскую службу социального фонда, либо через портал госуслуг подать электронное заявление. И больше ничего делать не надо. То есть он заранее побеспокоился уже за два года перед выходом. А сегодня вот годы учебы, служба в армии зачитывается в стаж? Да, они зачитываются в стаж. Есть такое понятие, как стаж, который необходим для права на пенсию. И есть стаж, который необходим для расчета размера пенсии. На сегодняшний день это 14 лет для, допустим, пенсии по старости. Сегодня учебу берем для права. Армию, срочную службу по призыву мы берем в двойном размере. То есть если мужчина служил два года, мы учитываем уже четыре года для права. А вот для определения размера пенсии уже учитывается сам страховой стаж, то есть трудовая деятельность и, соответственно, армия в календарном порядке. Но сегодня мы говорим о том, что уже не один год пенсии по инвалидности назначается в автоматическом режиме. Вот эта работа очень хорошо налажена у вас. Это так называемый проактив. То есть в проактивном порядке мы сами инициируем назначение пенсии без обращения гражданина. И на такой лад будет потом перейдены большая часть услуг, которые будет предоставлять социальный фонд. Дело в том, что инвалид это такая одна из ущемленных категорий, которая в силу своего здоровья была признана инвалидом. И может у гражданина не всегда есть возможность в этот момент обратиться в пенсионный фонд. Он находится на лечении, продолжает это лечение восстановительное. И вот пенсионный фонд берет инициативу на себя и, соответственно, уже осуществляет назначение пенсии по инвалидности с даты установления инвалидности. А ранее, соответственно, это было с даты подачи заявления. И гражданин мог потерять определенный срок. Да. Ну, это в день же в инвалидности тоже потерял. Да, да. Который, соответственно, переводится в ежемесячный размер пенсии. Сегодня у нас в Федеральном бюро МСЭ, в структуре органов МСЭ, которые осуществляют установление инвалидности, ведется Федеральный регистр инвалидов, где полностью отражается вся информация на всех граждан, которые стали инвалидами. И, соответственно, при поступлении этой информации в социальный фонд тут же начинается установление пенсии. Конечно же, здесь пенсия устанавливается по данным, которыми располагает пенсионный фонд. Но даже в том случае, если у гражданина есть какие-либо пенсионные права, о которых, соответственно, мы не имеем информации, не владеем, да, гражданин всегда может прийти и обратиться с заявлением на донесение этой информации. И если эти пенсионные права у него возникли до даты установления инвалидности, то, соответственно, мы с датой установления инвалидности пересмотрим размер, соответственно, в сторону увеличения. Допустим, такой простой пример. 15 мая гражданину установили инвалидность. 15 мая 2023 года. Соответственно, мы сразу автоматически назначаем инвалидность 15 мая 2023 года, но Пенсионный фонд не обладал информацией о одном периоде стажа и информацией о несовершеннолетних двух детей, которые родились, допустим, в 1983 году и в 1995 году, и один маленький период стажа, который тоже был до 2023 года, не был в базе данных Пенсионного фонда. Так как эти два страховых случая рождения детей и, соответственно, стаж работы до 2023 года были до даты установления валидности, то даже если этот гражданик к нам обратиться в 2024 году и предоставить эту информацию, мы всегда вернемся на дату установления валидности 15 мая 2023 года и пересчитаем размер пенсии с ученым вот этих новых обстоятельств. Двух детей и, допустим, одного периода стажа. То есть я этим хочу сказать, что если раньше гражданин должен был собирать эти все документы и вот в спешке быстро предоставить их, чтобы успеть вовремя назначить пенсию, сегодня... Такой необходимости нет. Да, необходимости нет, потому что Пенсионный фонд государство само должно собрать все документы на гражданина и даже в том случае, если какие-либо документы не собраны, гражданин всегда может их донести и он не потеряет срок, мы ему... Мусор Гусейнович, а если вот такой случай, вот и в архиве нет, и у самого заявителя не осталось каких-либо подтверждающих бумаг, как тогда? В этих случаях часто... Бывают вообще такие случаи? Да, очень много случаев, потому что не все организации могут сохранить этот архив. Бывают стихийные бедствия, бывают просто... Ну, причины разные. Да, разные причины утраты этих архивов. И, соответственно, с 2002 года индивидуальный персонифицированный учет ведется в социальном фонде, и поэтому вся трудовая деятельность граждан с 2002 года сохранена в базах пенсионного фонда. А если до этого времени? А до 2002 года по этому стажу гражданин может на основании показаний двух свидетелей, которые вместе с ним работали, подтвердить этот стаж. Ему необходимо с двумя свидетелями обратиться в клиентскую службу социального фонда. Соответственно, два свидетеля должны предоставить свои документы о стаже, трудовые книжки, и проведя опросы этих двух свидетелей, что они совместно... Принимается решение. ...доработали, принимается решение о зачете этого, соответственно, периода стажа. Если, конечно же, и этих свидетелей он не может найти, то тогда гражданин вправе обратиться в суд. И в судебном порядке... Такое в практике было? Да, в практике есть. Как правило, бывает, сегодня молодой, ну, молодой пенсионер, будущий пенсионер обращается и, соответственно, просит подтвердить факт работы уже по тем взрослым гражданам, которые вместе с ним работали, которые сегодня пенсионеры. Мы видим в их пенсионных делах эту информацию о трудовой деятельности. И, соответственно, по свидетельским показаниям подтверждаем стаж, сам социальный фонд подтверждает стаж. Если архивов нету, да, частая практика, тоже граждане через суд судебном порядке тоже подтверждают стаж. Выносится решение суда об подтверждении этого стажа и обязание нас включить в этот стаж гражданин для назначения пенсии. Ой, вообще, конечно, работа у вас не позавидуешь. Столько нюансов в вашей работе. Житель осажденного Сталинграда. С апреля этого года в России этой категории граждан производится беззаявительное назначение выплат по линии социального фонда. Кому она положена? Мы понимаем, что это тот, кто сможет подтвердить, что он находился в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинграда. Это ныне Волгоград. Как будет реализовываться этот процесс в нашей республике? В Государственной Думе принят федеральный закон, который приравнял жителей, награжденных знаком осажденного Сталинграда, к инвалидам, участникам Великой Отечественной войны. И, соответственно, все те меры соцподдержки, которые были у нас сегодня для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, они также фактически распространяются уже и на жителей, награжденных знаком осажденного Сталинграда. Это и право на одновременное получение двух пенсий. Это право на получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения. Это право на получение выплат ко Дню Победы, который разово в мае месяце. Ежегодные выплаты и к юбилейным датам также осуществляются Социальным фондом России. Это ряд выплат, которые могут получать граждане через органы местного самоуправления, социальной защиты населения. То есть помимо тех услуг, которые оказывает Социальный фонд России, также, соответственно, они получают все те права и льготы, которые на сегодняшний день есть для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Это все приурочили к 80-летию Сталинградской битвы. Кого надо считать жителем осужденного Сталинграда? Это все те граждане, которые находились в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. Вот в этот промежуток, когда, соответственно, была Сталинградская битва. Знак жителя осужденного Ленинграда выдается Управлением социальной защиты Волгоградской области. И, соответственно, Социальный фонд России провел уже всю работу. Подняли информацию на всех граждан, кому выдали такой знак. На территории Республики Дагестан мы пока таких не нашли. То есть определялась проверка по адресу, которым располагало Управление социальной защиты Волгограда при выдаче такого значка. А когда стали выдавать эти значки? Эти значки выдавали на протяжении длительного времени. Я, конечно, не смогу сказать, когда утвердили этот значок. Но дело в том, что сегодня тоже любой гражданин вправе заявить, что он был в этот период в осужденном Сталинграде. И, соответственно, нашим дагестанским жителям ездить в Волгоград не надо. Они должны обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства на территории Республики Дагестан. И, соответственно, вся процедура по подтверждению. Там же будет указано, какими документами это можно подтвердить. Также можно подтвердить это и по светским показаниям, если двое граждан могут подтвердить, что находились. Весь материал будет передан уже в Управление социальной защиты Волгоградской области. И после присуждения, соответственно, этого значка при обращении гражданина в социальный фонд Республики Дагестан, либо, допустим, если мы уже будем сами располагать этой информацией, то, соответственно, мы безъявительно назначим те выплаты, на которые он имеет право претендовать. Все эти выплаты будут устанавливаться с 1 января 2023 года. То есть даже если в апреле был принят закон, но он с ретерспективой назад имеет силу с 1 января 2023 года. Но мы с вами скажем, что на сегодняшний день в Дагестане таких нет. Да, опять же говорю, по данным Управления социальной защиты населения Волгоград, в отношении граждан, которым был выдан такой значок, не усматривалась именно информация о месте жительства на территории Республики Дагестан. Хотя мы можем думать о том, что есть наш гражданин, который, может быть, уже жил в центральной части России, и в той же Самаре, Новгороде живет дагестанец, но у него адрес регистрации Самарской области, к примеру, и надеюсь, что есть дагестанцы, которые в такие тяжелые времена были осаждены в Сталинграде. И вносили свой вклад в победу над фашизмом. Муса Гусейнович, с 2019 года началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. Возраст выхода России на пенсию – это женщина 60, мужчина 65 лет. Это с 2024 года, да? Уже полностью реформа будет работать. Но есть вот такая категория предпенсионеров. И те, кто выходят на пенсию раньше по объективным или субъективным причинам. Вот расскажите об этой категории людей. Категории граждан, которых мы называем предпенсионерами. Дело в том, что в 2019 году, когда начали мы поднимать пенсионный возраст, помимо тех услуг и льгот, которые имели граждане нашей страны на пенсионное испечение, у граждан, допустим, мы скажем, те старые даты, да, 55 лет – это возраст выхода на пенсию было для женщин и 60 лет для мужчин. Вот в этот возрастной срок граждане имели право и на иные меры соцподдержки, которые они могли получить по линии социальной защиты населения, по линии жилищно-коммунальных услуг, да, субсидий, там, какие-то вот льготы и так далее. И вот чтобы эти льготы именно сохранить, ведь повышение возраста касается именно только пенсионного испечения, и вот чтобы сохранить все остальные льготы, утвердили такую категорию предпенсионеры. Предпенсионер является лицо, которое, получается, достигает именно этой категории за 5 лет до выхода на свой вид пенсии. То есть, к примеру, если мы возьмем обычную пенсию по старости на общих основаниях, которая сегодня будет назначаться гражданам по достижению возраста 65 лет мужчины и 60 лет женщины, то, соответственно, предпенсионерам может считаться гражданин уже мужчина в 60 лет. И женщина в 55 лет по достижению возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчина, они, как предпенсионеры, могут претендовать на иные льготы, которые, соответственно, они и были раньше у них. Им для этого надо обратиться? Им надо обращаться, соответственно, в клиентскую службу социального фонда для подтверждения такого статуса. Работодатель также вправе обращаться в социальный фонд для подтверждения такого статуса для своих работников, потому что предпенсионеры имеют право два дополнительных дня для диспансеризации, для определенных льгот по линии своего ведомства, а также, соответственно, если гражданину уже нужно предъявить этот статус предпенсионера в Управлении социальной защиты, то, конечно, ему нужно обратиться самому, и, соответственно, клиентская служба тут же сразу в этот же день выдаст документ, подтверждающий статус предпенсионера, и, соответственно, гражданин уже может реализовать иные льготы, которые уже положены предпенсионерам, не дожидаясь своего пенсионного возраста. А эти льготы, они где-то прописаны? Они все имели силу. Дело в том, что ряд законодательных актов, большинство, связывали льготу с правом выхода на пенсию, то есть по коммунальным платежам, по Управлению социальной защиты, даже просто возьмем транспортный налог, да, то есть везде было ранее прописано о том, что пенсионер по старости имеет право на эту льготу, но так как возраст отодвинули, то есть он реализует свое право позже, ну и, соответственно, все законы переписали и написали предпенсионер, имея право... То есть сохранили как бы для тех, кто должен... Да, да, то есть эти все льготы, которые идут по линии других ведомств, они сохранены в том же возрасте, 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Вне зависимости от того, что с 2024 года пенсионная реформа вступает в полную силу, вне зависимости от этого. Да, да, да. Вот об этом даже как раз-таки в своем выступлении президент страны объявил, что повышение возраста не должно затрагивать ущемление прав граждан в части иных льгот. Повышение возраста касается только пенсии. Все остальные льготы для граждан должны сохранены в прежнем возрасте. 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Во всех этих законодательных актах просто поменяли слово пенсионер по старости на предпенсионер. Если взять семью, в которой есть инвалиды, дети, там же родители тоже имеют право пораньше выйти, по-моему, на пенсию. Да, вот как раз мы сейчас продумали. Это досрочный институт страховых пенсий. В силу разных объективных и субъективных причин, о которых вы сказали, у нас есть граждане, которые заняты на тяжелых, вредных условиях труда. У нас есть граждане, которые по социальному принципу многодетности имеют право тоже на досрочный выход на пенсию. Ну, раз мы остановились на семье, где есть ребёнок-инвалид. Ну, это как бы часто встречающаяся практика. Да, да. Есть такая льготная пенсия для родителей ребёнка-инвалида. Мать по достижению возраста 50 лет имеет право выхода на пенсию как мать ребёнка-инвалида. И отец ребёнка-инвалида по достижению возраста 55 лет. Это было заложено ещё с советских времён. Она так и осталась. Да, да, так и осталось. Ничего не изменилось. Нет, ничего. То есть повышение пенсионного возраста не сказалось на это. Не сказалось на этой категории. Для этой категории мы это всё, соответственно, сохранили. Также такой льготой обладает мать пятерых детей, которая родила и воспитала пятерых детей. Тоже может выйти на пенсию в 50 лет. В 2019 году этот институт пенсий пополнился двумя видами матери трёх детей и матери четырёх детей. То есть мать, родившая четырёх детей, воспитавшая до восьмилетнего возраста, может выйти на пенсию в 56 лет. Мать, родившая и воспитавшая трёх детей, может выйти на пенсию в 57 лет. Тоже такой досрочный выход. Это распространяется на одного родителя или на обоих родителей? Да, это только на саму мать. То есть по количеству детей право определено только для матери. А вот отцу предоставлено право только в отношении ребенка-инвалида, если в их семье есть ребенок-инвалид. Или мама, или папа, как бы они определяют между собой? Они одновременно не могут, даже если в семье такой ребенок один. Но имеют право оба. Имеют право оба. Может реализовать сначала мать, потом она перейдет на пищу по старости на общих основаниях и отдаст это право отцу. С объединением социального пенсионного фонда вы сегодня выполняете очень большой объем работы. В свое время, когда был ковид, вы занимались социальными выплатами, которые были президентские. У вас накопилась большая клиентская база. Это тоже как бы по споре. И получилось, что вы уже тогда начали заниматься социальными выплатами. В общем-то нового, наверное, для вас ничего нет. Это каждодневная, ежедневная ваша работа. Да, ежедневная работа. За счет того, что социальный фонд сегодня имеет клиентские службы почти во всех уголках страны, в любом районном центре есть клиентская служба. И помимо того, что вот этот индивидуальный пенсионный учет, когда каждый гражданин, житель нашей страны, имеет СНИЛС, страховой номер индивидуального своего счета, имея базу на всю, почти 150-миллионную нашу страну, мы обладаем большими ресурсами техническими. Очень сильное у нас взаимодействие и с налоговыми органами. А у нас налоговые органы являются операторами сбора сведений тоже не только по своей линии, а еще и по линии ЗАГСа. То есть все актовые записи о рождении детей, о смерти, о перемене имени и отчестве, расторжении и заключении брака. Вся эта информация тоже через налоговые органы стекается к нам. Имея вот эти все информационные ресурсы, мы сегодня можем позволить себе именно оказать услуги гражданам без непосредственной контакта с ними. Вот как и было в период ковида, когда граждане не способны были из-за вот таких ограничений и большей высокой степени заболеваемости обращаться в клиентские службы. Им же надо еще и обращаться в иные ведомства по сбору документов. Вот социальный фонд взял это все на себя, разбор этой всей информации. Имея информационные ресурсы, мы сегодня можем проактивно, без истребования дополнительных документов от граждан, оперативно оказывать услуги. Сегодня деятельность социального фонда это наглядный пример цифровизации нашего общества. Сегодня в передаче с участием заместителя начальника управления установления пенсии социального фонда России по Дагестану Мусой Гусейнович Мусаева мы говорили о деятельности социального фонда Республики Дагестан. Я желаю вам успехов в вашей нелегкой работе, вашим коллегам, ну и всем нам здоровья и мира. Спасибо большое. Вам тоже удачи. Активных вам слушателей. Спасибо. Спасибо за встречу. Субтитры создавал DimaTorzok